приветствую вас друзья базы отдыха в Абхазии никак не закончится заброшенной базы отдыха потому что действующих в Абхазии, мне кажется, гораздо меньше действующих баз отдыха в Абхазии гораздо меньше, чем заброшенных это такой странный факт а сегодня мы в спортивной базе отдыха Эшера и можно ее считать довольно знаковым местом так как это была одна из самых крупных спортивных баз отдыха шпага, естественно, на побережье имеет, по сути, сейчас уже остался сейчас, секунду остался один общий корпус с перестроенным культурно-бытовым центром вот так его сделать, потому что там все, там столовая, там холм, там бассейн с разрушенной крышей там этот... там лимпийский зал и, мне кажется, к нему примыкает жилой комплекс это здесь жилое здание, на которое мы с вами поднимаемся спортивная база Эшера была построена в середине 60-х прошлого столетия это был олимпийский комплекс, где тренировались спортсмены со всех уголков советского союза в 1988 году на стадионах Эшеры тренировались футболисты, взявшие золото на олимпиаде в Сеуле на территории рядом с морем разместились площадки для 40 видов спорта в жилом комплексе отдыхали не только спортсмены того времени но также звезды эстрады и другие известные люди строительство продолжалось до развала СССР но завершить его было не суждено после распада Советского Союза началась война база сильно пострадала и с тех пор стоит заброшена 9 этаж оказался слишком протекающий вызвано 8 этаж сразу же первым делом местное полокон общая ванна, видимо, была холл общий и дальше начинается 2 лифта и дальше начинаются высшие стандартные номера номера небольшие я вижу, что никто уже со своими душевыми и санузлами вот, давайте вот сюда небольшой номер может 1-местный или 2-местный душ с туалетом коридор все стоял шкал а, слушайте, она была техническая пожарная и вот комната со своим балконом здесь был переход в другой номер который использовался как пожарный скорее всего если он всегда был закрыт нам по пожарной безопасности был необходим и все отделка стен каким-то камнем резным ну, как бы не самый дешевый вариант но не самый дорого-богатый я бы сказал такая облицовочная плитка еще, кстати, много вот каких-то таких элементов возможно, это была потолочная плитка квадратная но все уже обвалилось обсыпалось о, еще два лифта причем один грузовой шок страшное дело куда? высоко камень далеко лететь далеко лететь chill-out зона это что такое? это что такое? это что такое? причем это из морского стекла который ограненный отшлифованный нифига тут крыша поросла уже джун, где на крыше о и болото где на сухом а вот видите этот небольшой водоем с зеленым мусорным баком который на самом деле передевалка это горячие источники на которых мы тоже были можете видео посмотреть на тревел канале подсказка если что тут переходите прикольное место чтобы отдохнуть в любую погоду потому что там всегда тепло море сегодня красивое классурное такое которое должно быть на побережье черного моря не то что мыслить за это я думал эта штука несет функциональную особенность и ходят и как пандус но нет ничего и так и явно что-то было интересно о это зрительский зал ничего себе а сверху почему почему-то туалеты сделаны сверху зрительского зала странная система ну ладно ок так видимо надо было темно очень много всего разрушено вот и все был бассейн я здесь был буквально год назад и вот это все было целое но смысле крыша была целая стена будет целая все рухнуло совсем недавно чем слушай это реально рухнуло то есть не спилили ты рухнул бусинник большой даже не 25 метров это полтинник с ныряльными тумпами даже бы уже вроде бы прикольно мы когда увидели все это как говорит альберт год назад он был в этом же месте даже пробуем вставить фотку если он поделится старой фотографии как тут было год назад и просто все разрушено мы сначала не понять его как так за год просто рухнуло все сыпется но проведя небольшой аналитический штурм мозга мы пришли к выводу все-таки здесь поспособствовали люди именно абхазы в общем видите вот эти арки железобетонные это было основание крыши на них скорее всего была большая ферма если обратить внимание здесь прогнулся забор усиление то сюда упала балка с той стороны можно видеть тоже самое там 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 а балок этих нету куда они делись единственный логический ответ что их везли на тем более что эти балки крепились болтами полтов тоже нету так что сами абхазы уничтожают свои свою культуру свои культурные места исторические свои уникальные достопримечательности заброшены пусть если не даже заброшены но это тоже большой приток туристов инвестируя инвестиционных туристов это пыляет для шарма данной стране абхазам видим это козырек упаде к прикольно такой круглый поддерживается то есть стороны может чего ну да это город кровью дерьма куча просто много душевых для письма развалено там конкретно так кого кто-то специально стены ронял ну да по всей видимости был спортзал какой-то спортивная площадка крыты по ощущениям как бы все-таки это да полностью была стена она завалилась в ту сторону смотри лишь это тоже валится заценить как распространяется природа территории почти на любви на всей площадке сухо и растений почти нет вот здесь от дырка потолки капает вода проникает влага здесь тоже самое и и в адхив островка островка зелени прикольно что куда дальше потягиваться ты сначала перешагни следующее окно там повыше будет куда дальше Вот так вот выглядит еще один осколок советского наследия на побережье Абхазска, на Абхазском побережье. Надеюсь, вам было интересно и любопытно, если нужны какие-то координаты и вы можете захотите сами сюда приехать, все увидите, пишите в комментариях, обязательно поделитесь, не забывайте, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал. До новых встреч!